Сегодня мы продолжаем и будем упоминать четвертую общину. Это община, которая называется «В театире». Давайте мы откроем Откровение 2 глава с 18 стиха. Я буду читать на русском. Ангелу церкви в театире напиши, вот что говорит Сын Бога, у которого глаза словно пылающий огонь и ноги словно сверкающий металл. Эти слова, которыми начинается письмо. Это описание человека, Сына Бога. И то, что здесь описывается, у него глаза как пылающий огонь. Две недели назад, в прошлый раз, мы тоже говорили о некоторых описаниях. И вот представьте, что на вас кто-то смотрит с глазами, которые мы здесь описываем, глазами, у которых... Огненные глаза, и вы знаете, что это Ешуа. Что вы почувствуете? Скажите, представьте Ешуа с глазами, как пылающий огонь. Представьте эту картину и скажите, что вы почувствуете? Страх. Страх. Что еще? Вы получаете шок. От машу. Почему страх? Из-за того, что это что-то необычное, почему страх вы испытаете? Окей. Если бы говорилось не про глаза, а про какое-то другое действие, тоже бы мы почувствовали страх Божий. Но почему именно, особенно, что особенного в глазах? Ожидание наказания. Еще что-то? Вы ждете суда. Все, что вы говорите, все это правильно. Потому что глаза Ешуа не просто так здесь описываются. И не просто так он пишет именно это общение. Потому что, когда мы говорим про глаза, это что-то, что может пронзиться очень глубоко. Глаза Бога видят то, что происходит у тебя внутри твоего сердца. А не видят то, что у тебя сокрыто. Потому что мы, людям, не всегда, как люди, своими человеческими глазами можем увидеть, что внутри у человека. Мы видим его поведение. Мы можем увидеть его какие-то действия. Но то, что сокрыто в нем, ты не знаешь. Но Господь знает. И Глаза как огонь. Они такие, потому что должны узнать, что скрыто в сердце. Они должны вынести на свет и хорошие вещи и плохие. И тогда, когда все становится явным, тогда ты чувствуешь страх. Потому что иногда, часто, мы боимся признаться в чем-то. Мы и от себя скрываем некоторые вещи. Ты говоришь, да ладно, это ерунда, это неважно. Но Господь приходит и показывает тебе все сокрытое, все то, что ты хочешь сокрыть в своей жизни. И часто очень трудно нам принять исправление. И некоторые люди страшно боятся. Они пугаются, расстраиваются. Сложно принять, когда кто-то тебе что-то говорит. Но Ишуа говорит все прямо. И он говорит, за этим следует наказание. И написано, что ноги его словно сверкающий металл. Это металл, который вышел из холода. Нет, из печи. Это что-то, что проходит процесс. Это то, что Ишуа, Он видит, как мы проходим свою жизнь, наши испытания в жизни. И что получается в конце. Давайте продолжим. Очень важно, что то, что мы видим про его глаза, это то, что мы будем сейчас в последующие минуты изучать. Он говорит, я знаю твои дела и любовь, веру, служение и стойкость. Он говорит, я знаю твои дела и любовь, веру, служение и терпение. Когда я спрашиваю себя, что такое на самом деле верующий человек. И тогда в плане описания ко мне приходят все эти вещи, которые здесь написаны. Потому что он действительно пишет здесь письмо общине и говорит, я знаю твои дела, твои дела добрые. Он говорит, я знаю любовь, которая есть у тебя. У тебя есть вера. У тебя есть служение. И он говорит, у тебя есть стойкость, ты проходишь все твои испытания в терпении. И твои действия последние намного лучше, чем первые. Представьте это описание, это чудесное описание. Это человек, это люди, которые имеют любовь друг к другу. Они заботятся друг о друге. У них сильная любовь к Господу. До этого Леон говорил нам, что к Ефесянам было написано, что ты оставил свою первую любовь. Но здесь все наоборот. Он говорит, я вижу твою любовь. Она сильная, ты действенный человек. И важно тебе проводить время с Богом. Ты проводишь время с Богом. Твоя вера очень сильная. Она проходит испытания. Но в этих испытаниях ты проходишь их хорошо. Я вижу, что ты верный. Он говорит, ты не просто делаешь какие-то дела. Что значит дела? Это добрые дела, которые ты делаешь. Возможно, ты кому-то помогаешь. Ты приходишь, посещаешь кого-то. Это очень правильные, хорошие вещи. Это хорошие отношения друг с другом. Он говорит, я вижу, что ты служение правильное делаешь. Что значит служение? Служение — это какая-то работа. Для верующих, для общины. Для Бога, или в общине, или за ее пределами. Но это работа, которую ты делаешь для Бога. Как приходят люди сюда и служат? То, что они здесь расставляют стулья, это служение. То, что они здесь убирают после собрания. Или раздают кофе и чай в кафе. Это все служение. И у нас есть специальное служение для людей, которые прошли катастрофу. И я знаю, что многие из вас участвуют в служении для людей, которые прошли катастрофу. Прекрасное служение делают. И вот Иешуа говорит, у тебя все это есть. Ты очень горячий человек. Потому что твои последние действия намного лучше, чем предыдущие. Я, когда смотрю на себя, на самого. И я помню эти дни, когда я только стал верующим. Я был очень горячим. Я почти с каждым заговаривал на улице. Я хотел помочь. Сейчас все это намного меньше. Но здесь Он говорит, что такого не происходит. Он говорит, у тебя есть этот агон, и твои последние дела намного лучше, чем первые. Это описание верующего человека, или всей общины, совершенно идеальное. Но Господь видит, и Он смотрит внутрь, и видит то, что скрыто. Он говорит, все еще несовершенно. Есть у тебя кое-что маленькое. Я когда думаю о смысле всего, здесь есть определенный смысл. И смысл в том, что Господь хочет достичь совершенства. Он хочет, чтобы все было до самого конца. Он не хочет частично служения. Частично любви. Он хочет, чтобы все было идеально. И иногда мы смотрим на это описание, и говорим, ну здесь у меня все в порядке, и соответствую, а остальное неважно. Ты можешь сказать, я тут подхожу по всем пунктам, один, два, три, четыре, я идеальный человек. Но одно есть маленькое, чем ты пренебрегаешь. И ты думаешь, что это неважно. Но Господь приходит и говорит, и это для меня тоже важно. Если ты это не исправишь, я тебя накажу. И все, что ты до этого доброго делал, меня уже не интересует. И вот он говорит, ну вот, что я имею против тебя. Ты терпишь у себя эту женщину из Эвель, что называет себя пророчицей, и учит и вводит в заблуждение слуг моих. Учит их разрадничать и есть пищу, посвященную языческим богам. Я дал ей время раскаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. Здесь он говорит о женщине, которую зовут Эвель. И тут написано, что она учит людей. И то, что претензия, которую имеет Бог здесь, то, что ты позволяешь ей все это делать. И она не только учит, она призывает людей заниматься идолопоклонством. И я вам хочу сказать, что дух Изавели в наши дни очень распространен. И для того, чтобы понять, о чем здесь говорится, нам нужно понять, кто такая Изавель. Мы про ту общину много не знаем. И мы не знаем, была ли там на самом деле женщина по имени Изавель. Или это символическая вещь. Но мы знаем, что была в Танахе женщина по имени Изавель. Помните, кто она такая? Помните это имя? Она была женой царя Ахава. Она очень любила власть. И одна из ее целей было поклонение Баалу. То, что она еще хотела сделать, она хотела уничтожить всех пророков Господних. И помните, как Илия говорит, я думаю, что я последний, кто остался в живых. Он молился Богу и плакал перед Ним и говорил, она уничтожила всех. Но Господь сказал, не переживай, я себе сохранил 7000 человек. Ее целью было уничтожить людей, которые поклонялись Богу. Поэтому Дух Изавели сегодня это тот же Дух. Есть много, много, может быть, не так много, но есть несколько общин, которые ты видишь, что что-то внутри происходит. Не всегда говорится про женщину, иногда это может быть мужчина. Но это кто-то, кто желает власти. Он хочет власти, он продвигается к власти. Это кто-то, кто манипулирует всеми остальными. И он хочет достичь власти и гордости силой. И неважно, какие препятствия стоят на его пути. Неважно, какую границу он может перейти для того, чтобы достичь желаемого. На том пути законы Господа его не интересуют. Он готов на все для того, чтобы продвинуться и достичь власти. Есть здесь много лжеверы. много лжеучения. Этот человек может выглядеть как самый верующий человек в мире. И такое ощущение, как будто он столько много делает и служит, и все так хорошо. И когда ты смотришь на него со стороны, ты думаешь, вау. Он знает хорошо Писание. Но вдруг, когда ты приближаешься к нему, ты чувствуешь что-то другое. Ты чувствуешь, как он пытается властвовать везде и вовсю. Этот человек, который пытается узнать как можно больше. Узнать разные личные вещи про тебя. И у тебя может возникнуть ощущение, что он хочет тебе послужить этим. Ты думаешь, что он хочет тебя поддержать и помочь, чем может. Потому что так это выглядит со стороны. Говорит, что с тобой случилось? Расскажи мне, что у тебя внутри? Поделись со мной. Но то, что он делает на самом деле, он собирает информацию для того, чтобы потом использовать ее, когда ему будет нужно. Таким образом он может властвовать и держать всех в своей руке. Это очень опасная ситуация, друзья. Есть много общин, я то, что начал говорить. которые начинают говорить, вон там есть община, и там есть лидер общины, и там плохо, и не ходи туда. Пытаются убить пророков Господних. Начинают говорить, в принципе, про все движение общин плохо. Что все общины это ничего не стоит. вот у меня есть путь мой, и он правильный. И они показывают вроде бы доказательства, которые в принципе кажутся правильными. Возможно, они даже покажут какое-то чудо или скажут пророчество. Потому что так здесь написано про нее, ее называют пророчицей. И тогда люди смотрят на нее и думают, вау, она знает и прошлое и будущее. Про этого человека она все знает, и поэтому идут за этим лидером. но мало-помалу они становятся, она их держит в своей руке. И как можно почувствовать, на самом деле, это дух из-за вели. Если вдруг ты говоришь нет, то она хочет стереть тебя с лица земли. Тогда ты заходишь в эту вражескую битву. И эта война не на жизнь, а на смерть, хотят тебя уничтожить. все вещи, которые были у тебя скрыты и вдруг открываются. Потому что то, что ты ей рассказал по секрету, она потом приходит и рассказывает всем остальным. Это очень опасная ситуация, и нужно от этого держаться подальше. Это люди, которые захотят быть в группе близко к лидерам. Они попытаются продвинуться. но если вдруг ты говоришь что-то, что он или она не захотят сделать, тогда они начинают угрожать. Я уйду и ничего у вас не получится. Без меня вы не сможете. И часто так и происходит. Вдруг ты чувствуешь, что без этого человека ты не можешь. Но это не Дух Бога. Это Дух служит для удобства и для удобных целей. Для эгоистичных целей. Это не Дух который приходит для того, чтобы прославить Господа. Это то, что происходит. И если мы видим все эти вещи, Ишуа говорит нам, ты должен говорить и сказать. Но часто люди боятся это делать. Он говорит, не нужно страдать, терпеть. Ты должен сказать. Ты должен это обнародовать. Потому что часто многие общины просто рушатся из-за таких людей. Потому что человек такой приходит не для того, чтобы установить что-то от Бога, а наоборот разрушить. Такой человек не любит, когда ему что-то говорят, указывают на его ошибки. он не любит, когда люди молятся в чистоте сердца и искренне просят прощения. Потому что он не хочет этого, он хочет поклоняться валу. Я продолжаю. То, что здесь написано. что она приводит людей для того, чтобы они ели и доложертвенные. И в этом действии есть два направления. Первое это то, что произошло в той самой общине. Многие люди, которые были неверующие, они поклонялись идолам. И что они делали? Они приносили в жертву идолу какое-то животное. И от этого животного осталось много. Часть сожглась, а частично еда осталась. Поэтому человек делал большую вечеринку. мог пригласить своих друзей, говорит, вот у меня осталось от жертвы, приходите и ешьте. И поэтому многие даже часто говорили, что это вечеря того божества. И люди приходили, собирались вместе и ели. И вот Ешуа говорит им, это то, что происходит у вас, вы приходите для того, чтобы есть идоложертвенное. С одной стороны, если бы у человека было много, он мог бы продать в магазин. И это делалось так. Подумайте, это было самое лучшее мясо. Потому что для того, чтобы принести идолу жертву, выбирали самое лучшее животное. И потом люди приходят в магазин и покупают это мясо, которое становится нечистым. А Изавель говорит, здесь ничего нет страшного, оно все здесь в страшного нет в том, что здесь происходит. Но Господь говорит, нельзя этого делать. И как с нами это может связано быть? Мы все знаем отрывок Писания, который говорит, не участвуй, не ходи на совет нечестивых. Потому что люди, которые могут увезти тебя с пути Бога, эти люди называются развратителями. Иногда мы когда думаем про человека развратителя, думаем, что это ужасный, злой человек, и мы действительно с такими никуда не выходим. Но на самом деле таким человеком может оказаться хороший, добрый человек. Возможно, это может быть твой друг, знакомый, сотрудник. Потому что люди, которые приходили на эти празднества, они были добрыми людьми, были друзьями. Возможно, это были бизнесмены. Поэтому не думайте, что развратитель должен быть злым человеком. Если человек может увезти тебя с твоего пути, к которому ты идешь с Богом, такой человек является развратителем. И поэтому Господь говорит, не ходи на совет нечестивых развратителей. Возможно, тебя пригласили на какую-то хорошую вечеринку. И ты говоришь, ну я пойду, конечно, там мои друзья с работы все собрались. Но ты не знаешь, в каком направлении они могут увезти тебя. ты не знаешь, что может произойти на той вечеринке. И возможно, как здесь написано, что люди, которые покупали в магазине это мясо, не знали, откуда это мясо. Поэтому и ты, скорее всего, не можешь знать, что тебя будет ждать на той вечеринке. если у тебя есть даже небольшое подозрение, не участвуй в этом. Потому что не просто так Ешуа говорит, что то, что вы собираетесь с этим миром, смешиваете с этим миром, это опасно. Я продолжаю. Ешуа говорит, что я дал ей время раскаяться. У каждого из нас, когда мы грешим, делаем что-то плохое, мы знаем об это, есть время раскаяться. Но большая проблема, когда мы думаем, что это не важно. Большая проблема, это когда мы думаем, не так уж это важно, не так уж это плохо, то, что я сделал. Возможно, это такой маленький грешок, который грехом сложно назвать. Потому что ты начинаешь делать, с этим маленьким грешком ты начинаешь сравнивать огромные грехи. Ты говоришь, я не тот убийца, я не тот насильник. Подумаешь, пошел покурил сигарету. но даже маленькие вещи для Бога имеют огромное значение. И Господь говорит, нужно от этого держаться подальше, нужно покаяться. И как ты знаешь, что с тобой происходит? Стремишься ли ты оставить это? действительно ли ты прилагаешь все усилия для того, чтобы оставить? Или ты думаешь, да, я свободно могу все это оставить? Я могу совладать с этим спокойно, но почему-то ты это не делаешь. Ты настолько в себе уверен, но почему-то у тебя не получается. Потому что ты смотришь на себя, а не на Господа. И часто ты просто не хочешь это изменить, потому что тебе с этим очень удобно. И Ишуа говорит, что то время, которое вам дано, оно может закончиться, потому что второго шанса у тебя может не быть. И не знаешь, когда у тебя закончится это время. Это может быть сегодня, может быть завтра. Поэтому не тяни это время. Если ты знаешь, что у тебя есть проблема, покайся сейчас. Попроси у Господа силы. Одна из вещей, которую мы часто можем показать другим людям, мы можем показать себя другими, не такими, какими мы есть на самом деле. Мы можем приходить в общину, радоваться здесь и прославлять Бога. Все, что мы читали здесь в самом начале, с добрыми делами. Люди не знают, что есть внутри нас, но Господь знает. Ты можешь скрыться в каком-то углу, покурить и выпить. Взять жвачку, побрызгаться дезодорантом и все, и никто не знает, что ты делал. но ты делаешь это втайне. А, ну почему ты это делаешь втайне? Возможно, есть какая-то причина, почему ты это делаешь тайно. Возможно, это делаешь втайне, потому что ты не до конца в мире с тем, что ты делаешь. Возможно, это что-то не совсем правильное. часто вещи, которые мы делаем тайно и мы не хотим, чтобы другие узнали об этом. Возможно, это что-то нехорошее. Возможно, это что-то, что противоречит Божьим путям или даже нашим принципам. Мы должны быть такими, какими мы есть. Я помню одну рекламу, которую показывают по телевизору. Человек, который работал механиком, весь он такой грязный и работал в какой-то очень хорошей высокотехнологичной компании. И вдруг увидел очень красивую девушку и хотел с ней заговорить. Но когда она посмотрела на него такого грязного, она развернулась и ушла. Потому что их уровень не подходил друг к другу. Она была очень богатой, уверенной в себе, а он просто грязный механик. И он пошел. Купил себе шикарный костюм. пошел взял в аренду БМВ и оделся как нужно сверкающий туфли, галстук и на улице подъехал к ней. Начал с ней говорить. Она не узнала в нем того человека, потому что он выглядел совсем по-другому. и она стала с ним говорить, и стала с ним встречаться. Но в какой-то день, на следующий день она встретила его на той же работе и увидела опять того грязного механика, потому что в его жизни на самом деле ничего не изменилось, потому что это была его настоящая жизнь. Почему я вам это рассказываю? Мы часто можем выглядеть красивыми и хорошими, но это не является нашей настоящей жизнью. Господь знает настоящую жизнь. Он знает то, что скрыто у нас. И он знает, как эти скрытые вещи внезапно раскрываются и начинают действовать в нашей жизни. Поэтому он говорит, важно покаяться и измениться. Потому что если ты так не сделаешь, то придет наказание, и наказание это сильное. Он говорит, но тот, кто побеждает, и вы знаете, постоянно он возвращается к этому слову, побеждает. Он говорит, тот, кто побеждает, этому дам сидеть рядом со мной. Побеждающий это не тот, кто во всем преуспевает всегда. Побеждающий это кто-то, кто может упасть, но у него есть силы встать и продолжить свой путь. потому каждый человек падает. Если не сейчас, то потом. Если падение небольшое, то оно маленькое. Но если ты падаешь, но встаешь и продолжаешь каяться и идти за Господом, то ты побеждающий. если у тебя есть желание слиться с ним воедино, идти за ним, то ты побеждающий. И он говорит, я дам ему звезду. И эта звезда это сам Yeshua. Он говорит, он будет вместе со мной. Давайте мы посмотрим другую общину. Я хочу перепрыгнуть. Мы будем читать с самого начала с 3 главы. Написано здесь в первом стихе. Я знаю дела твои. Знаю, что хотя ты числешься живым, ты мертв. он говорит, я знаю твои дела, и ты числишь себя живым, но на самом деле ты мертв. Вы знаете, это очень проблемная, очень плохая ситуация. Я один раз думал об этом. вы обнаружил положение. Что это положение? И он говорит, ты думаешь, что у тебя есть дела, но они ничего не стоят. ты думаешь, что ты хороший человек, у тебя все в порядке, но ты мертв. мертв. Часто мы люди, которые верующие, и у нас есть неплохой опыт, и мы люди хорошие и сильные в вере, вдруг ты подходишь к такой ситуации, что ты начинаешь жить успехами прошлого. Ты думаешь, что у тебя все в порядке, что твоя вера такая же вера, что твои дела такие же как и были, что у тебя та же любовь, которая была. И почему ты так думаешь? Потому что ты вспоминаешь вещи, которые делал в прошлом. Но проблема в том, что ты думаешь, твои прошлые действия существуют и сегодня. И ты доволен. Но на самом деле ничего этого нет. И вот Господь предупреждает и говорит, тебе нужно жить сегодняшним днем, верой сегодняшнего дня. И то, что было в прошлом, возможно, это было хорошо. Но тебе нужно признать, что это прошло. Потому что сейчас ты уже мертвый. Сейчас уже не то, что было когда-то. Возможно, у тебя есть только видение того, что это было. Но сейчас положение твое изменилось. И часто мы не хотим в этом признаться. Часто трудно это увидеть. потому что ты думаешь, да все со мной в порядке. И тогда Господь говорит, тебе нужно что-то изменить в твоей жизни. Тебе нужно опять начать двигаться. Тебе нужно опять вспомнить ту любовь, которая у тебя была. Опять делать те действия, которые ты делал тогда. Встать со своего места и двигаться. Возможно, нужно открыть свои уста и начать говорить с людьми. Просто что-то изменить в своей жизни. Потому что если ты продолжаешь сидеть, если ты чувствуешь, что вокруг тебя все в порядке, возможно, есть проблема. Потому что то, что здесь происходит, похоже на ситуацию в этой общине. Когда у тебя все отлично, возможно, есть какая-то проблема, что Господь хочет подвинуть и изменить. Конечно, есть периоды жизни, когда Господь тебя благословляет. И тогда ты чувствуешь Его благословение, себя отлично с этим чувствуешь. Я не об этом говорю. Но когда ты просто живешь в своей рутине и все в порядке, ничего тебя не беспокоит. Возможно, к своим принципам и к вере ты относишься уже по-другому. Тогда нужно что-то изменить. И вот Ешуа говорит здесь, покайся, потому что я вижу то, что есть. Помни, что ты получил и что услышал. соблюдай это и раскайся. А если не пробудишься, я приду внезапно как вор, и ты не узнаешь, в какой час я пойду на тебя. Он говорит, тебе нужно проснуться. Это слово проснуться, потому что ты находишься в замороженном состоянии. Проснись и продолжи и покайся. Потом он пишет другой общине. И тут кое-что особенное. Он говорит, что у тебя в порядке. У той общине он не находит ничего плохого. И что я хочу сказать, есть хорошие люди. есть верующие люди, которые хранят свою веру и хранят свое отношение с Богом. Не всегда везде проблемы. И Господь говорит и поддерживает здесь. Он говорит, продолжай. Возможно, ты страдаешь в чем-то, но ты верный человек, продолжай. Это отличное слово поддержки. Следующая община. Он говорит, ты не холодный и не горячий. Ты теплый. Ты посередине. Это вот такое положение, про которое я говорил, что все в порядке. Ничего тебя уже не беспокоит. Ты немножко сделаешь там, и вдруг ты получаешь это удовлетворение. Ты говоришь, верующий человек, я веду себя как верующий человек. Не хочу преувеличивать. Здесь в порядке, вот я это сегодня сделал, до следующего года мне этого хватит. Он говорит, иногда мы думаем, вот мы хороший поступок совершили, на ближайшие три месяца мне хватит. Иногда такие у нас мысли приходят, это характер человека. Но Господь не хочет человека с компромиссами. Он говорит, что это очень плохо. Потому что ты не горишь, ты не пылаешь. А с другой стороны, ты не признаешь, что у тебя есть проблема. Потому что в чем проблема? Ты находишься на том же пути и не хочешь с него двигаться. Потому что все очень удобно, все очень просто. Но когда человек горит, видим плоды. Когда человек холодный, мы тоже видим плоды, и человек хочет измениться. Он начинает двигаться в каком-то направлении. признает, что у него есть проблема. Но человек, который идет на компромисс, не делает этого. Он не холодный и не горячий, ему удобно. И тогда Господь говорит, тебе нужно измениться. теплый беспокоится о материальных вещах. Вдруг он оставляет все мысли о Боге, о служении. Возможно, не все, но частично. И заботится о себе. Возможно, это работа, возможно, это семья, деньги, его положение. Это может быть разные вещи. Дом. Ты говоришь, я хочу лучшего, и хочу поменять эту машину, и хочу так, и сяк. Ты помнишь, конечно, что где-то там есть Бог рядом. Ты с удовольствием приходишь в общину. Но материальные вещи настолько сильны в тебе. В семнадцатом стихе написано, третья глава, семнадцатый стих, поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, и у меня ни в чем нет нужны, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я даю тебе совет, купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, и белую одежду, чтобы одеться, и не выставлять напоказ срам своей ноготы. Купи так же мать, чтобы помазать глаза и прозреть. Я обличаю и наказываю тех, кого я люблю, так будь ревностным и раскаясь. это очень сильные слова. Он говорит, тебе нужно проснуться, открыть свои глаза. Не думай, что вся сила находится в материальном достатке. Потому что если у тебя есть много материального и все силы ты вкладываешь туда, ничего у тебя на небесах нет. Тогда ты беден и наг. Проснись. Открой свои глаза. Посмотри и признайся каково твое положение. Потому что Господь говорит, вот я показываю это перед тобой. И следующий уровень уровень, это твой шаг. Что ты сделаешь? Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и откроет мне дверь, я войду к тому человеку. И шуа каждый день стучит в твою дверь. Каждый день он хочет войти. для того, чтобы провести вместе с тобой время. Он говорит, я не один раз постоял и постучал, но я делаю это постоянно. каждый день я стою у двери и сточу и для того, чтобы войти и провести вместе с тобой время. Мы нуждаемся во времени с Богом. Потому что только это время может изменить в нас кое-что. только Господь своими глазами, которые все видят. И слом своим может изменить что-то внутри нас. Потому что Он держит нас в своей руке. Как Создатель мира держит звезды и хочет нам дать силу. это сила, которая исходит от него и от нас. Потому что если ты уверен в себе, ты упадешь. Но если ты уповаешь на Господа, тогда ты преуспеешь. Давайте мы встанем и помолимся.